Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы, проходящие прошедшей недели, с гостями нашей программы, которых я сразу же хочу представить. С нами на связи находящийся в Бостоне Игорь Туфельд, журналист и политолог. Игорь, приветствую вас! Добрый день! И Александр Мельник, который сейчас находится в Париже, профессор ICN Business School. Александр, приветствую вас! Добрый день, Геннадий! Александр, поскольку вы в нашей программе впервые, несколько слов о вас. И прежде всего аббревиатура ICN. Бизнес-кул здесь все понятно. А вот ICN о чем это? ICN – это французская бизнес-куль, одна из первых бизнес-куль, которые были созданы во Франции по американской модели бизнес-куль. Ай – это институт, С – это коммерциаль, и Н – это город во Франции, на востоке Франции, на ЛСИ. Но сейчас наша школа вышла за пределы локальных габаритов и стала глобальной. Мы имеем свои кэмпусы в Африке, в Латинской Америке, в Азии и так далее. Несколько слов о вас, ваша журналистская деятельность, деятельность как политолога. Прежде всего я преподаватель, профессор того, что называется геополитика. Я преподаю мир, главные тенденции развития Азии и Америка, как, например, Израиль и Алжир, как, например, раньше Украина и Россия. То есть вы понимаете, охват этот, охват, он глобальный, то, что называется сейчас уристический охват. И геополитика – это мир и место каждого человека в этом мире. Помимо прочего, я пишу, пишу книги, книги как геополитические, так и художественные, выступаю на конференциях. И в последнее время вот оказался в этом турбионе истории и выступаю практически каждую неделю несколько раз на французском канале «Эльсей» в передачах, которые посвящены войне в Украине. Я, насколько знаю, эта передача довольно популярная. Там вы говорите исключительно по-французски. Ну, дело в том, нужно уточнить этот аспект, что я родился в Москве, в Советском Союзе, но на определенном этапе своей жизни я сделал определенный, позволю себе сказать, экзистенциональный выбор. И в последнее время, долгие годы уже я не пишу и очень редко говорю по-русски. Поэтому мой рабочий язык – это французский и во многом английский язык, безусловно, который является глобальным языком. То есть наша программа – это такой своеобразный для вас челлендж, да, говорить по-русски? Для меня это, безусловно, челлендж, но прежде всего, Геннадий, это огромное удовольствие. Это огромное удовольствие встретиться с вами в эфире и с теми, кто нас слушает, смотрит, чтобы обратиться к аудитории, которая действительно для меня достаточно редкая в последнее время. То есть русскоязычная аудитория. При этом я, естественно, ничего не отвергал в своей жизни и остаюсь верным своим корням и своим традициям. Большое спасибо за участие в программе, Александр. Ну что, давайте перейдем теперь к нашим темам. Минувшая неделя была богата на важнейшие события, связанные с войной в Украине. В Украине, прежде всего, это Международный уголовный суд, который выписал ордер на арест Владимира Путина по причине того, что там еще и омбудсмен попал в этот ордер по причине того, что украинских детей просто-напросто отбирают у Украины, на что Украина обращала неоднократно внимание, и расселяют там по семьям, по каким-то там домам для сирот. Ну и таким образом пополняют количество граждан Российской Федерации и отсекают этих детей от их родины, от их корней. И еще одна тема, это Путин вот на фоне этого ордера, выписанного в торжественной обстановке, принимал в Москве председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Что означают эти два события для дальнейшего развития ситуации, комментарии по ним? Вот как раз я прошу вас на это ответить. Игорь, вам слово, ваша позиция, ваш комментарий. Здесь, на мой взгляд, гораздо более важным является то, что не отсекают детей от родины, а отсекают детей от родителей. Возможно, от братьев, от сестер и вообще от родного дома и от привычки. Сделано это, естественно, не только для того, чтобы пополнить количество граждан Российской Федерации, но и для того, чтобы путем образования, внушения с детства вызвать ненависть к определенным факторам, возможно, к Украине, возможно, к ВСУ, вооруженным силам Украины. И, в общем, таким образом воссоздать, собственно говоря, мы видели такой же процесс происходит на палестинской территории, в секторе Газа и других, когда детей с детского сада учат пользоваться оружием и убивать евреев. Мне кажется, что это, в принципе, аналогично. Теперь аспект, как это может повлиять на президента России Путина, да никак не может повлиять. Потому что он, конечно, не собирается в ближайшие дни ехать отдыхать в Ниццу или куда-то на ривьеру итальянскую. Он будет сидеть в Москве, у него есть альтернатива Иран и Китай. И, в общем-то, это вполне устраивает, так же, как мы знаем, Крым, тоже хорошее место для отдыха. В принципе, как вы знаете, диктатор Сталин практически никогда не выезжал за границу. Два раза он был, один раз на встрече в Тагеране и второй раз на встрече в Пуцдаме. Так что для российских лидеров это, в общем, достаточно привычная обстановка. Я бы добавил еще одну страну. Венгрия выступила на этой неделе. Она заявила, что если Путин прибудет с визитом в Венгрию, ну там, да, Будапешт куда-нибудь, вот, то они его не выдадут суду. Ну, я думаю, что мы можем найти еще пару стран, может быть, пять, там, какой-то Тонго, Конго, Бразавиль или Киншаса. Это все, в принципе, в любом случае, если он захочет поехать, он найдет безопасное место. И проблем с передвижением у него нет, уличный самолет, так же, как у американского президента. Игорь, но все-таки, все-таки, да, если перейти к другой теме, вот, которая была заявлена, когда Синь Цзиньпин подает президенту Российской Федерации руку, все-таки вот на фоне этого международного ордера он должен понимать, и он понимает, что он, в общем-то, находится в одном помещении и здоровается с уголовным преступником, на которого выписан ордер. В любой ситуации те, кто, те страны, которые подписали римский статут, а их 123, они очень сильно задумаются, если возникнет необходимость принимать Путина или они захотят его пригласить. Иными словами, я вот приводил на этой неделе пример, когда я в начале 90-х, я попал в Бруклине, здесь в ресторан, там в компании сидел, и в этом же помещении находился Иваньков Япончик, вот, известный авторитет, он теперь находится уже в мире ином. И вот там они сидели очень спокойно, расслабленно, никому не мешали, не отвлекали на себя внимание, но ты прекрасно понимаешь, бросив взгляд за тот столик, что рядом с Иваньковым сидят люди определенного круга, определенного сорта, определенных взглядов. То есть, в общем-то, находясь в этой компании, каждый должен понимать, что он повязан с тем человеком, который является криминальным авторитетом. А Путин, в принципе, он вот примерно и такого же класса получается в данном случае. То есть, вот эта ситуация все равно, она как-то должна отразиться на, ну, на коммуникативных каких-то вещах. Понимаете, Геннадий, на самом деле я не совсем с вами согласен, объясню почему. Потому что, как известно, во всех цивилизованных странах существует такое понятие, как презумпция невиновности. Если ордер выписан на того или иного человека, в данном случае на президента Путина, это не означает, что его признают виновным в суде. Вот чисто юридически я говорю сейчас, не то, что я кого-то оправдываю или что-то еще. Второй пример, это в 45-м году, в мае месяце, фельдмаршал Кейтель, которого повесили через несколько месяцев после этого, подписал акт о безоговорочной капитуляции. И с ним в одной комнате находился и маршал Жуков, и генерал Эйзенхауэр, и командующий Монтгомери английскими войсками. Так что, говорить о том, кто с кем находится в одной комнате, тем более, это человек, который не обращает внимания вообще на международную общественность, на международное мнение. Ну и что, его репутация от этого пострадает? Я не думаю. Я как раз говорю. Он может представить эту встречу с Путиным, как просто попытка урегулировать ситуацию в Украине. А, собственно говоря, с кем ему говорить, если не с Путиным в отношении урегулирования этой ситуации? Давайте мы теперь передаем слово Александру. Итак, мы затронули тему ордера международного суда в Гааге по отношению к Путину. Александр, ваш комментарий. А потом я вернусь опять-таки уже к теме визита Си Цзиньпина. Она к вам, Игорь. Александр. Геннадий, на мой взгляд, вы очень правильно связали, ассоциировали вот эти две темы. То есть, орден на арест, выданный Международным уголовным судом, и, с другой стороны, визит руководителя Китая в Россию. Почему? Потому что живем мы сейчас, в 21 веке, в мире, где все связано. Это взаимосвязанный мир. И в этом взаимосвязаны разделы власти и сражения за приоритеты. Одна из этих линий заключается тема закона. Закон – это то, что все должны соблюдать, играть в одни правила игры, которые общие для всех. Или закон – это джунгли, где хищник может побеждать благодаря своей физической силе, своему зверству. И вторая тема, которая проходит красной нитью через вот этот глобальный взаимозависимый мир 21 века, это тема сражения между демократиями, где закон стоит на пьедестале почёта, и с другой стороны авторитарными режимами, которые практикуют то, что в России называется юридический нигилизм. Так вот, я возвращаюсь конкретно к тому, что произошло в Граге. Вот это решение, на мой взгляд, является исторически важным решением, которое вписывается в очень широкую перспективу. Почему? На мой взгляд, есть три причины. Первая причина – это решение показывает, что в мире, в котором мы живём, есть закон. Что в мире никто не может делать всё, что угодно. Есть определённые правила игры, которые нужно соблюдать. И те, кто нарушают эти правила игры, в данном случае Путин, – это люди, преступники, которые действительно должны быть за это наказаны. Безусловно, наказание может занять определённое вредное. Вторая причина – это то, что этим решением международный суд показал, что ответственность за то варварство, которое было развязано Россией в Украине, ответственность за это лежит, по сути, на одном человеке. И фамилия этого человека – Владимир Путин. Это он сначала узурпировал власть в своей стране, потом он превратил в зомби собственный народ, и, наконец, он развязал вот это варварство, эту агрессию, которая ставит на порог самоубийство его собственную страну. Безусловно, в первую очередь жертвой этой агрессии – украинцы, но его собственная страна является тоже жертвой. И третья причина, почему это решение Градского суда, на мой взгляд, является исторически важным, потому что это подспудное обращение к русскому народу, к русскому общественному мнению, которое сейчас спит, которое сейчас титанизировано страхом и так далее. Мы это прекрасно всё понимаем и знаем, но никогда не надо терять надежду в будущем на народ, который может проснуться. И, в конце концов, вот это решение, а живём мы сейчас, повторяю, в мире, где все всё могут знать, если они хотят это знать. Если они не хотят этого знать, это уже другая проблема. Так вот, преступник, признанный международным сообществом, вы процитировали 123 страны, это не так мало, как может преступник управлять государством? То есть он не имеет своей легитимности, сейчас не должен иметь легитимности в глазах собственного народа. Иначе этот собственный русский народ должен признать, что им управляет преступник, признанный так международным судом. Это всё, что касается первой части вашего вопроса относительно решения Гаакского суда. С другой стороны, визит Си-Женпинь, и, безусловно, мы можем к этому вернуться, это свидетельство вот этого сражения, которое я уже обозначил, между демократиями, где закон играет главенствующую роль, и автократиями, авторитарными режимами. Безусловно, Китай и Россия относятся ко второму лагерю, который отрицает вот этот международный закон. Но, с другой стороны, им принципиальная разница заключается в том, что Китай пытается поменять правила международной игры, находясь внутри этого механизма, в то время как Россия, развязав агрессию в Украине, производит своего рода дисрупцию, революцию, пытается полностью взорвать этот режим. И, безусловно, это не вызывает понимания и симпатии у Китая, который добился колоссального успеха с точки зрения экономического развития. Я неплохо знаю эту страну, 10 лет преподаю в ней, начиная с 2006 года, и общаюсь постоянно со своими китайскими студентами. Моё восхищение экономическим развитием Китая, оно беспредельно. Но, с другой стороны, конечно, режим, политический режим вызывает у меня, я могу вам честно сказать, я не принимаю этот режим. Но отвес, вот сейчас Китай проводит вот эту гибридную политику, авторитарный режим в политике и, в то же время, колоссальный либерализм в экономике. Что, безусловно, приводит к тому, что Китай не заинтересован в том, чтобы выйти вот из этого взаимозависимого мира, о котором я уже говорил, благодаря которому Китай добился этого колоссального успеха за кратчайший период исторического развития, в то время как Россия полностью потеряла вот видение мира на границе между XX и XXI веком после падения Берлинской стены и оказалась сейчас в яме, оказалась сейчас в ситуации полного провала экономического. Это страна, валовый продукт, который не превышает валовый продукт Испании, в то время как Китай приближается и, на мой взгляд, в самой обозримой перспективе обгонит Америку с этой точки зрения. С другими словами... Александр, да, давайте сейчас мы дадим слово... Я бы хотел, чтобы мы дали слово Игорю, поскольку он еще не говорил по поводу визита Си Цзиньпина. Я должен сказать, что в понедельник, когда прибыл Си Цзиньпин, в Москву прошли переговоры такие куларные, там, три, три с половиной, четыре часа, он выглядел как-то так бодрячком, улыбался. Когда он уезжал из Москвы, такое впечатление было, ну, во-первых, он сидел как барин, вот, расстегнув пиджачок, так немножко выпить и в животик, вот, и так сверху на все это поглядывая, и как-то без улыбки. С одной стороны, Китай решил масса вопросов. Там были подписаны, как минимум, 14 соглашений, по которым, во-первых, Китай выходит в Арктику, во-вторых, там налаживаются поставки и газа, и нефти, причем по демпингу совершенно ценам. Иными словами, даже если Китаю это и не нужно, он может это поставлять третьим странам по рыночной цене и таким образом получать прибыль. Там даже такие соглашения были, как между ВГТ и РК, что является, в общем-то, огромным российским конгломератом по поставке вот этих новостей, там, событий и так далее. Ну, то есть, такая пропагандистская вещь с таким же каналом в Китае государственным. Иными словами, им, видно, будет чем обмениваться. Уже достаточный опыт по оболваниванию населения. Но, с другой стороны, вот эта задача, которую он решал, когда сводил иранских представителей из Саудовской Аравии, вот эта задача никак ему не удалась. И вообще этот визит прошел без каких-то таких сенсационных заявлений. Не удалась задача, я имею в виду, по какому-то урегулированию, по пути к переговорам между Россией и Украиной. Почему? Совершенно понятно. Потому что в плане китайском из 12 пунктов нет самого главного пункта. Россия должна вывести войска с украинской территории на границе 1991 года. То, на чем настаивает Украина, то, на чем настаивает Запад. После этого только, возможно, какие-то переговоры. Когда находится оккупант на территории твоей страны, о чем ты можешь разговаривать? Какие могут быть переговоры? Игорь, вот визит Си Цзиньпина, насколько вы считаете, для его стороны, для Китая он удачен? Ну, во-первых, 12 пунктов, которые были обнародованы, вовсе не означают, что не было секретных переговоров. И как пример, я приведу чисто исторические примеры о том, когда Риббентроп был в Москве в 32 августа 1939 года, то тоже, собственно говоря, никто не знал о том, что существуют какие-то секретные переговоры о том, что Советский Союз и Германия поделили всю Европу. И, собственно говоря, не знали об этом даже и после войны достаточно много времени. Так что то, что мы видим, на самом деле, не соответствует тому, что может происходить в кулуарах и в различных секретных договорах. Второе, я считаю, что визит Синдзипина в Москву был обусловлен прежде всего провальной политикой Соединенных Штатов Америки по отношению к российско-украинскому конфликту. И в этой ситуации все, что происходило за последний год с начала российского вторжения, привело к сближению трех стран. Это Россия, Иран и Китай. И в этой ситуации, возможно, все санкции, которые были введены против России, они с экономической точки зрения не так действованы. Наверняка обсуждался вопрос о поставке оружия, наверняка обсуждался вопрос о каких-то дальнейших послевоенных переговорах, сотрудничестве и так далее. И в этой ситуации совершенно очевидно, что Китай заинтересован тоже в сближении с Россией, потому что таким образом он может нанести серьезный экономический вред Соединенным Штатам Америки. А Соединенные Штаты Америки это главный игрок по отношению к Китаю, что понятно? Да, ну естественно, да. Об этом даже и говорить не надо. А когда Си Цзиньпин сказал, что они обменивались любезностями, Путин там всячески раздавал комплименты Си Цзиньпину, Китаю, а здесь была высказана очень такая любопытная фраза о том, что Путин, когда он будет участвовать в президентской гонке 2024 года, то Си Цзиньпин видит его президентом, он ему желает победы. Ну понятно, в России огромное количество у Путина конкурентов, там кандидатов на президентское кресло достаточно, и Путин в результате серьезной схватки с конкурентами он может выиграть. Видимо, для Си Цзиньпина это под вопросом. Ну понятно, что я здесь шучу, поскольку у Путина нет никаких конкурентов, нет никаких соперников. Хочет он, он выиграет в 2024 году, не хочет он, не будет в этом участвовать. Но, мне кажется, что главный посыл Си Цзиньпина, Путин нам удобен, нам Китаю. То, что происходит в Украине, это ведет к ослаблению России, вполне возможно и к развалу этой страны. Для Китая это очень и очень выигрышная ситуация. Это отвлекает внимание Запада и так далее. В общем-то, то, что происходит сегодня под руководством Путина в Российской Федерации и за ее пределами, это, видимо, очень Си Цзиньпину нравится. Путин удобен сегодняшнему Китаю. Я бы сказал, не только удобен, а выгоден. Да. Потому что, мы, например, не знаем о том, обсуждались ли всякие территориальные вопросы, которым постоянно Китай оказывал интерес, показывал свой интерес. Мы помним инциденты на Даманском. Вообще, ситуация, которая, геополитические претензии Китая к России всегда существовали. И, возможно, взамен каких-то послаблений, поставок оружия, этот вопрос тоже обсуждался. Но это, наверняка, все вошло именно в секретный протокол, о котором мы так быстро не узнаем. Это мое мнение. Друзья, давайте прервемся на техническую паузу, после чего вернемся в программу. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, мы продолжаем передачу «Пресс-клуб». Напомню, гости нашей сегодняшней программы это Александр Мельник, профессор ICN Business School, который находится во Франции, и Игорь Туфельд, политолог и журналист, сейчас Игорь находится в Бостоне. Я хочу продолжить нашу программу следующей темой. И поскольку у нас гость из Франции, сегодня Александр Мельник, то эту тему я предлагаю именно как французскую обсудить. Хотя она выходит за пределы Франции, поскольку, забегая вперед, визит Чарльза Третьего, в русской традиции, он король Карл Третий, визит отменен, поскольку во Франции акции протеста, причем около 200 акций, так говорила четверг, протеста по всей стране, и там главный марш в Париже прошел в четверг. Речь идет о том, что против президента Эммануэля Макрона выступают профсоюзные лидеры, оппозиционные политики, которые считают, что реформа, связанная с пенсионным фондом, с пенсиями, она не годится, президент ее поддерживает, видимо, окружение президента поддерживает. В общем, во Франции на самом деле просто-напросто разгневало протестующих выступления Макрона. Он по телевидению выступил в среду, сказал, что протесты законны, но не приведут к отмене спорного пенсионного закона, который не только повышает официальный пенсионный возраст, но и требует от рабочих дольше вносить взносы в бюджет пенсионной системы. Ну, вот так со стороны я смотрю, мне бы тоже такой закон не понравился. Александр, вам слово. Спасибо, Геннадий. Я попытаюсь очень коротко, используя метод синтеза, идти к главному, рассказать о том, что происходит сейчас во Франции. Вы совершенно правильно сказали, что происходящее в любой стране, тем более в такой важной, как Франция, имеет свой резонанс глобальный и международный. Что происходит во Франции? Франция – это страна, которая, начиная с революции 1789 года, то, что называется Великая Французская революция, которая была платформой создания левого движения, по крайней мере, всех левых в Европе. Это Франция – страна, в которой, по выражению философа Реймуагу – страна, в которой акцент всегда делается на справедливости, часто вопреки свободе. То есть, прежде всего, социальная справедливость, распределение, а потом уже индивидуальная свобода. Вы поняли, что это полная антитеза англосаксонской, американской модели. Так вот, сражение за то, что во Франции называется «атисосю». «атисосю» – это социальные достижения. Это сражение началось очень давно, но оно получило новый размах, начиная с 1936 года, когда к власти приходит левое правительство Леонблю, и которое вводит, например, основы вот этой социальной системы, социальной системы вспомо-существования, если не ошибаюсь, так это называется, «la sécurité sociale». И в этой системе социальной помощи вот проблема пенсии имеет огромное значение, потому что в более широком плане это проблема восприятия работы. Работа является чем? Страдание – это марксистский подход, и вы мучаетесь работой, или работа открывает вам новые горизонты на пути вашего движения к счастью. Это другой подход. Так вот, во Франции марксистские зерна, они очень глубоко проникнуты, вот этот французский менталитет, и сражение за пенсии, за пенсионную систему, является краеугольным камнем вот этой системы социальной помощи во Франции, которая зиждется на двух основах, на двух китах. Первое – это распределение, то есть это не капитализация, это распределение «you pay as you go», то есть, например, любой служащий во Франции платит из своей зарплаты определенную часть на пенсию, он не имеет права вложить эти деньги в биржу и так далее. Это первое. И второе – это сражение за справедливость. Справедливость и солидарность. Солидарность между богатыми и бедными, и солидарность между старыми, пожилыми людьми и молодыми людьми. Молодые должны как бы платить за людей пожилых. Так вот, это сражение, вот это сражение левой идеи, истоте которой находится в революции 1789 года, получили новое развитие в эпоху Франсуа Метеран, который, как вы знаете, был президентом, который приходит к власти под лозунгом «поменять жизнь», то есть совершенно социалистический, практически коммунистический лозунг. Франсуа Метеран. ...пенсионный возраст на уровне Франсуа Метеран и устанавливает пенсионный возраст на уровне 60 лет. 60 лет в то время, как «Espérance du Vie», «Life expectancy», она растет непрерывно во Франции. Потом этот возраст был, пенсионный возраст был увеличен до 62 лет. Сейчас же, когда мы живем в мире, где все меняется, где люди живут все дольше и дольше, «Espérance du Vie», «Life expectancy» во Франции сейчас около 80-82 лет. Естественно, нужно работать больше. Но проблема заключается в том, что вот эта левая идея паразитировала страну. То есть люди здесь, если называть вещи своими именами, разучились работать. Они воспринимают работу, и я возвращаюсь к марктистскому подходу, к работе, как страдание, как наказание. Вот, например, вокруг меня огромное количество людей, которые воспринимают свою работу, тем более я работаю все-таки в сфере образования, преподавания. Это особая сфера. Но большинство людей, я не хочу критиковать никого, это просто констатация, воспринимают работу, как подготовку своих каникул, своего отпуска. То есть мы полностью перевернули вот эту систему ценностей, работы и компенсации за эту работу. И когда Маккум приходит к власти в 2017 году, первая его идея была, эта идея реформировать вот эту социальную систему во Франции и прежде всего атаковать вот эту систему пенсии. Но, естественно, наложились проблемы. Проблемы это прежде всего ковида. И вот эта реформа, которая должна была быть главной реформой первого мандата Маккум, она только сейчас начинает как бы развиваться, приходить в действие. И здесь мы вступаем в конфликт с другой проблемой Франции, ее конституционная система. Как знают, наверное, наши телезрители, французская конституция 1958 года это конституция фактически конституционной монархии с огромной властью президента и с очень слабым парламентом. Другими словами, мы живем сейчас в мире все более и более горизонтальном, в то время как наша конституция, она остается по-прежнему вертикальной. И мы живем вот в этой удушающей атмосфере Пятой Республики, когда фактически невозможно сделать настоящие реформы. И я заканчиваю, напоминая, что произошло во Франции в последние дни, что парламент Франции, где Маккум не имеет сейчас абсолютного большинства, не принял эту реформу, отверг эту реформу, крайне левые, крайне правые, даже правые силы, расколотые сейчас. И даже среди сторонников Маккум были очень много людей, которые эту... И тогда Маккум обратился вот к этой статье, которая называется 49, параграф 3. 49,3 – это статья вот этой Конституции Пятой Республики, которая позволяет правительству, то есть исполнительной власти, принять решение без голосования парламента. Безусловно, это было воспринято улицей, это было воспринято тем, что называется народ. Вы можете назвать это толпа, вы можете назвать это общественное мнение, было воспринято как резкий вызов обществу. Обществу, которое, я повторяю, потеряло вот этот вкус работы, вкус челленджа. В результате возникает вот это противостояние, которое приводит к очень-очень сильным противодействиям. Все видели, наверное, что происходит в Париже. Вы говорили, Геннадий, о том, что визит английского короля отсрочен. То, безусловно, это сказывается на международном уровне Франции. Другими словами, Франция – это страна, которая больна, больна своей левой марксистской идеей, бациллой, которую мы никак не можем выцарапать из нашего менталитета, из нашего DNA, из нашего генофонда, и больна также менталитетом менталитетом французского общества, которое потеряло вкус работы, и больна вот этой системой конституционной власти, которая была создана одним человеком для одного человека, я имею в виду Шар-де-Голь, и в определенный момент истории, в то время как сейчас, мы живем в другом мире, в другом мире, где все связано друг с другом, что я уже сказал. Поэтому мы имеем сейчас ситуацию очень сложную, из которой нужно выйти как можно быстрее, чтобы это не было повторением французских революций. Франция – это страна революции, не эволюции. И, с одной стороны, нужно, чтобы Маккум эту реформу сохранил, потому что эта реформа совершенно необходима, как воздух, которым мы дышим. Абсолютно необходима. Но, с другой стороны, чтобы он не подливал масло в огонь того, что происходит сейчас во Франции, а в какой-то степени нашел точки эмпатии, эмпатии, и обратился к народу, который страдает очень часто, потому что очень многие люди живут очень плохо, им не хватает здесь денег, чтобы с концами связать в конце месяца. То есть, с одной стороны, реформа, в которой Франция нуждается, а с другой стороны, все-таки найти вот этот язык, к которому он мог бы обратиться к людям, которые не понимают его сейчас. Вот этот разрыв – это трагический, по крайней мере, драматический разрыв Франции, в которой находится сейчас страна. Александр, ну просто очень интересно, я бы еще вас слушал, мы практически очень мало знаем о проблемах современной Франции, я с большим интересом выслушал то, что вы говорите. Это в немалой степени касается, кстати, и Соединенных Штатов. У нас вообще, ну у нас как бы вот нынешнее правительство, оно триллионы долларов выделяет на различные программы, а потом удивляется, что у нас вот экономика такая, что у нас поднимает постоянно, кстати, на этой неделе ФРС опять подняла ставку учетную, что отражается, как мы видим, и на существовании банков, банки закрываются, и на существовании, собственно, американского обывателя. А что-нибудь, если происходит, вот такое вот печатание машинкой денег, оно сказывается и на теме пенсионного, и пенсионного обеспечения, поскольку у нас постоянно, это как жупел такой, вот обратите внимание, у нас такие проблемы с экономикой, в конце концов, может прийти к тому, что пенсионный фонд рухнет. Вот это у нас, это одна из постоянных тем. Игорь, вам слово. Ну вот, мне было очень интересно услышать, что происходит во Франции. Ну, взгляд, конечно, Александра Мельника, но очень любопытная ситуация. Было очень интересно слышать, но если мы вернемся к Соединенным Штатам Америки, то здесь, в принципе, происходят, я бы сказал, еще более жесткие изменения, и прежде всего они касаются и социальных изменений, и изменений в системе образования, и любая инициатива, которая не нравится представителям левых кругов, сразу начинает обсуждаться. Вот, например, не далее, чем несколько дней тому назад, стали уже критиковать Рона Де Сантеса, губернатора штата Флорида, потому что, по всей вероятности, он заявит в ближайшие дни о своем желании баллотироваться в президенты. То есть уже все, что он делал во Флориде, все вывернуто наизнанку, причем все это было показано совершенно в не всяком соответствии с реалиями, например, была сказана такая вещь, что он запрещает читать книги в библиотеке. А на самом деле Рон Де Сантес подписал указ, в котором говорится о том, что все книги, которые касаются сексуального образования, сексуальных картинок и гомосексуальных связей, должны быть изъяты из библиотек школ во Флориде. Далее его критиковали о том, что он запрещает детям менять свой пол. И тут вообще просто перешли уже всякие границы, потому что сказали, ну вот вы представляете, родители сидят, а мальчик какой-нибудь пятилетний говорит, а я хочу быть девочкой. И ему вот из-за этого изверга губернатора Флориды это невозможно сделать. А потом он будет страдать всю жизнь, что ему это не удалось сделать. Ну это вообще просто абсурд, это даже не абсурд, это вообще на грани какой-то патологии, я бы сказал. Ну это абсурдистика, давайте подойдем к пенсионной реформе, это абсурдистика касается и пенсионного фонда, поскольку, я еще раз говорю, машина печатает деньги, и в данном случае я могу привести пример на этой неделе, в Калифорнии проходят забастовки учителей, учителя говорят, особенно, кстати, это в Лос-Анджелесе, там основная, там около, округ, один из самых крупных в Лос-Анджелесе, а может быть и во всей Калифорнии школьной, там около тысячи школ находятся, учителям платят по 25 тысяч долларов в год, такие у них зарплаты. Они вышли бастовать, поскольку давно им зарплаты не повышали, это касается не только учителей, это касается и охраны школы, водителей, автобусов, там и так далее. И это происходит в штате, который мы тоже обсуждали в нашей программе, который согласен по репарациям выплатить 640 миллиардов, я когда услышал, я вначале подумал, что, наверное, все-таки миллионов, потом я пересчитал, речь идет о том, что 360 тысяч долларов должен получить 1 миллион 800 тысяч афроамериканцев в штате, в котором не было рабства. Они как бы потомки рабов, но рабства в штате не было. Но это абсолютная абсурдистика. Вот я когда пересчитал, это оказывается действительно 640 миллиардов долларов, больше половины триллиона долларов. Понятно, что у штата таких денег нет, значит, опять-таки, в федеральную мы залезем карман, иными словами, Игорь, мы с вами живем в Соединенных Штатах, это наш карман, налогоплательщика. 640 миллиардов долларов есть, а 25 тысяч долларов это повысить невозможно. Вот такой абсурд, в таком штате мы находимся, я говорю, опять-таки, абсурд и на уровне страны. Я прекрасно помню, когда разговор зашел о том, что у нас происходит катастрофа на южной границе, и Трамп говорит, давайте построим стену, это обойдется в 5 миллиардов 700 миллионов долларов. Демократы сказали, это неподъемные деньги, как это можно на это вообще пойти? При этом мы видим, что при нынешней администрации совершенно спокойно. 3,5 триллиона долларов планировали демократы на различные инфраструктуры. Назвали еще здесь, половина примерно должно было идти на человеческую инфраструктуру. А это различные программы, связанные с гендерными и так далее проблемами. 3,5 триллиона у нас в стране есть, а 5,7 миллиарда у нас в стране не нашлось. При этом сейчас у нас через южную границу проходят примерно в месяц от 270 до 290 тысяч человек. У нас здесь катастрофа в Нью-Йорке, поскольку пруд сюда и в разные города, которые являются городами-убежищами. И в результате мэр нашего города, замечательно, он говорит о том, что давайте их тогда расселять в круизные суда. Мы можем нанять круизное судно, оно будет стоять на приколе, на пирсе, и там будут жить вот те, кто нелегально перешел границу. Опять-таки, это из наших денег. Можете себе представить аренду вот такого круизного судна 11-палубного в день. Ну вот до такого абсурда все доходит, так что я не удивляюсь, когда у нас и с пенсионной реформой все вот таким вот образом абсурдно происходит. Игорь. Я могу сказать только свое мнение. Я не вникал конкретно, что происходит во Франции, но в соответствии с тем, что я слышал от комментаторов, многие критикуют, что реформа во Франции, пенсионная реформа во Франции происходит единовременно. То есть, вот допустим, если мы сравниваем то, что произошло в России, то там тоже была пенсионная реформа несколько лет тому назад. То есть, это было введено, скажем, для людей, которые должны выйти на пенсию через 10 лет. То есть, те люди, которые работают сейчас, они выходят на пенсию в соответствии со своим возрастом. Те, кто младше их на 10 лет, уже будут работать больше. Во Франции, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, меня Александр поправит, президент Макрон собирается ввести реформу единовременную. То есть, сразу человек, который завтра должен уйти на пенсию, он уже должен отработать дополнительные два года. И мне кажется, что это не совсем правильно. Опять же, мое мнение, частное мнение. И если бы, допустим, такая же ситуация произошла в Америке, то, скорее всего, здесь тоже были бы недовольства не такого масштаба. Здесь по другим поводам проходят демонстрации, гораздо более серьезные, более погромные, как это было после смерти Джорджа Флойда, когда всю Америку охватили погромы, когда были разграблены магазины, были убиты люди. Но все почему-то на это закрывают глаза и говорят только о том, что происходило 6 января. Я должен сказать, что с 6 января, оказывается, ничего не происходило. С 3 января этого года у нас в Нижней Палате большинство у республиканцев, отсюда и комиссии, которые возглавляют республиканцы. И вот теперь члены, состав комиссии, который расследовал как раз вот эти ужасающие события, в кавычках я беру, потому что бесспорно, то, что там происходило в Конгрессе, это безобразие, за это нужно отвечать, но не давать же людям по 3-4 года, а кому-то грозит 20 лет тюрьмы. Иными словами, когда демократы заседали в этой комиссии, там просто кошмар происходил, и президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что это попытка была военного переворота, вооруженное восстание, там ни у кого пистолета даже не было. Да, с дыртами и так далее. Да, да. Но сейчас, сейчас, оказывается, мы видели эти кадры, вот сейчас, когда эту комиссию возглавляют республиканцы, наконец, нам начали показывать, что же происходило внутри Капитолия. А там вот этот ряженый, который 3,5 года или 3 года и 6, месяцев он получил, он ходит, и его водят по Капитолию полицейские. Такое впечатление, что он экскурсант. Спокойно, мирно люди там находятся в каких-то помещениях и так далее. Я еще раз говорю, эти беспорядки, это безобразие, это противозаконно. Но, в принципе, это штраф, это какие-то, я не знаю, там, общественные работы, но это не 4, не 5, не 20 лет тюрьмы. Александр... Кроме всего прочего, да еще находить ответственных, которые не приняли просьбу республиканцев и отказались вызвать дополнительные отряды национальной гвардии. Игорь, это уже другая тема. Александр, я вас попрошу ответить вот на тему, которую поднял Игорь. Если я правильно понял то, что сказал Игорь, единовременная реформа это не совсем так, потому что Макру является сторонником постепенных мер. И в любом случае, эта реформа, из нее был выхолощен весь радикальный смысл. Сейчас она совершенно вот в той форме, в которой она была принята, не проголосована, а принята в рамках вот этой статьи 49,3, это в принципе очень отдаленная копия того, что предлагал Макру, и его первая идея была гораздо более радикальной. Так вот, это первое. Второе, очень важно, на мой взгляд, понимать, что во Франции и в Америке, то есть в двух странах, которые относятся к одной цивилизационной семье западной цивилизации, западной демократии, существуют два совершенно разных подхода к системе социальной помощи. Во Франции, я повторяю, это система распределения. Это не система капитализации. Когда мы говорим распределение, мы говорим что? Мы говорим государство. Другими словами, если эта система реформы во Франции распадается, то распадается государство во Франции, А государство во Франции является краеугольным камнем французской идентичности. Франция как страна, нация была создана государством. В то время как в Америке, если я правильно понимаю, существует система капитализации. Другими словами, вы можете распоряжаться деньгами, которые вы получаете по мере их получения, что во Франции совершенно невозможно. Потому что государство отнимает у вас сразу деньги для того, чтобы потом распределить эти деньги. Так вот, речь идет о том, что может быть разрушена система бизнеса. То есть я даю возможность нашим телезрителям сравнить важность вот этих двух пластов. С одной стороны, возможный распад государства во Франции. И с другой стороны, полный пересмотр системы бизнеса в Соединенных Штатах Америки. И я заканчиваю, говоря о том, что все, что мы обсуждаем сегодня, Геннадий и Игорь, на мой взгляд, относится к иерархизации приоритетов демократии. И демократия в 21 веке, глобальном, взаимозависимом 21 веке, она теряет сейчас свою доминирующую позицию, которую западная цивилизация... То есть, другими словами, мы живем в мире, где западная цивилизация, другими словами, демократия, потеряла то, что я называю монополия истории. И очень важно, чтобы наши дети действительно пользовались плодами демократии. А прежде всего, это же ведь лишняя свобода. Это возможность организовать такие дискуссии, как наша, например, сегодня, не оказаться в тюрьме после этого. Это свобода выбора. Это свобода движения к своему счастью. Я напоминаю Томас Джефферсон, который внес вот эту в Конституцию Америки право американских граждан на продвижение к счастью. Другими словами, очень важно спасти демократию. И чтобы спасти демократию, мы должны объединиться. Мы должны объединиться. Вот два вот этих берега Атлантики, они разъединились. И во Франции сейчас очень многие считают, что Америка является врагом Франции. А вот, скажем, Россия, авторитарный режим, который душит свободу, она может быть ближе к Франции, чем Америка. Вот эта вот аберрация, с которой я сражаюсь практически каждый день, сражаясь за умы и сердца моих студентов во всем мире, потому что все-таки, на мой взгляд, ничто не стоит вот этой свободы самовыражения, которая существует в демократии сейчас. Будь то американская демократия, будь то французская демократия. Но для этого мы должны пережить то, что я называю новый ренессанс Запада. Новый ренессанс Запада. Интересно, я вот сейчас подумал, мы вроде бы говорим о событиях, связанных с реформой пенсионной во Франции, но поскольку мы с Игорем в этом гораздо меньше понимаем или не понимаем, находясь в Соединенных Штатах, чем вы, Александр, то мы говорим о своем. Вы говорите о своих проблемах, мы говорим о своих проблемах, но на самом деле, по большому счету, это одни и те же проблемы. Очень интересный разговор у нас получился. Взаимозависимость глобального мира 21 века. Да, очень интересный разговор. Но, опять-таки, давайте перейдем, у нас еще не так много времени, но осталось. Игорь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предстал перед парламентским комитетом, он отстаивал свое поведение, связанное с нарушением ковидных ограничений во время пандемии. Ну вот, партия Гейта, да, что называется. Напомню нашим телезрителям, в то время, когда он, как премьер-министр, подписал различные указы о том, что нельзя выходить из дома, мы говорим о ковид-19 2020 года, пандемии, объявленной 11 марта того года, люди не могли даже поехать на похороны своих близких. В это время на 10 Даунинг-стрит происходят вечеринки. Ну вот, то есть, одной рукой президент подписывает указ о различных запретах, а другой рукой он поднимает рюмку и там поздравляет кого-то с днем рождения в офисе у себя. Он говорит о том, что он не знал, он советовался и так далее на вечеринках, которых больше 30 называется. Он там практически на всех не был, там на одной, на двух. Но вот это привело к тому, что он вынужден был подать в отставку как премьер-министр, а на этой неделе он был подвергнут пристрастному допросу. При этом он отстаивал свою невиновность. Вообще, ситуация для него крайне серьезная. Речь идет о том, что не только здесь репутация бывшего премьера, но и его политическое будущее. Так устроена политическая система. Политик, министр там какой-нибудь, он должен быть парламентарием. Если будет сделан вывод, что виноват Борис Джонсон, то парламент может лишить его депутатского мандата. И в данном случае дорога, может быть он и хотел бы там, а в принципе у себя в партии он может победить и таким образом стать еще раз премьер-министром. Ну мало ли какие есть политические перспективы у этого человека, который достаточно известен во всем мире. Эти перспективы могут быть закрыты. Вот здесь тоже интересно, как эта история по времени совпадает с проблемами закона у Дональда Трампа. Демократы, они все делают для того, чтобы Трамп, который объявил о том, что он кандидат на выборах 2024 года, чтобы эту дорогу ему закрыть. Лучше всего, если Трамп попадет в тюрьму. Напомню, два импичмента они привели к тому, что в результате Сенат говорил о том, что Трамп невиновен. Различные дела, которые раскручиваются вокруг Трампа, они в общем-то конечной своей целью как раз и имеют отправить Трампа в тюрьму. Чтобы он уже не мешал, он крайне неудобен демократам. И, кстати, есть и в республиканской партии люди, которые считают, что Трамп лучше не баллотироваться на выборах 2024 года. Итак, Игорь Джонсон, Трамп, вот это вот не случайное, на мой взгляд, совпадение. Ваш комментарий. Ну, на самом деле, всегда есть и будут люди, которые будут противоборствовать желанию Трампа. Но статистика показывает другое. Трамп является лидером в республиканской партии. У него по последним опросам было, по-моему, 56 или 57%. Друзья, мне показали, у нас осталось буквально три минуты. Игорь, вам полторы минуты и полторы минуты Александру. Да. И, в общем, в этой ситуации все очень похоже на то, что происходило. Любыми путями пытаются закрыть Борису Джонсону политическую карьеру, возможное возвращение даже в кресло премьер-министра. Здесь происходит то же самое. И в заключении я могу сказать просто, что где-то в начале 2020 года я был на конференции в Шотландии, в Эдинбурге. И, вернувшись в гостиницу, включил телевизор и увидел, что там стоят два парламентария, мужчина и женщина, которые мне напомнили сразу, Нэнси Пелози и Чака Шумера, которые вот с таким же гневом обсуждали ситуацию вокруг Бориса Джонсона, который на тот момент был премьер-министром. Ничего нового под луной нету, все очень похоже. И будем надеяться только на то, что справедливость восторжествует и в отношении Бориса Джонсона, и, конечно, в отношении Дональда Трампа. На этом позитиве я передаю слово вам, Александр. Опять взаимосвязь. Вот взаимосвязь между событиями, которые на первый взгляд не имеют этой связи. На самом деле они связаны друг с другом. Я напоминаю, например, что в 2016 году, когда Трамп был избран президентом, а Борис Джонсон выступил с этой идеей или поддержал идею Brexit, так вот в 2016 году Оксфордский словарь объявил словом года слово «фейк-ньюс». У нас нет времени сейчас распространяться на то, что такое фейк-ньюс, но вот это было как бы связующее звено между Джонсоном и Трампом. Но в более концептуальном плане, безусловно, речь идет о том, что в 21 веке механизм демократии на Западе заржавел. Заржавел, потому что существует все более и более широкая, огромная пропасть между элитами и народом. И если есть эта пропасть, то демократия не работает. Если есть эта пропасть, то молодые люди, американцы, французы, англичане, мои студенты, они не верят в демократию. Они говорят, что с Путиным лучше. Если молодые французы, американцы, англичане не верят в демократию, демократии скоро не будет. Именно поэтому я вновь обращаюсь с призывом срочно пересмотреть вот этот механизм демократии и сделать ставку, оцент на том, что демократия – это прекрасно, что демократия – это свобода, что демократия – это ценность западной цивилизации. И вот это, на мой взгляд, нельзя забывать ни в коем случае. Друзья, Александр, Игорь, я благодарю вас за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. До свидания.